Всем привет! Опять снимаю дома, так как на участке особо не успеваю что-то заснять. Ну, сейчас снимаю какие-то короткие видео и хочу это всё вместе смонтировать, подсчитать всё. Так как строим, делаем вольер для Лаши, наконец-то она уже в ближайшие, я надеюсь, неделю переведет в вольер. Спасибо моему дяде, он взялся за это дело, проявил инициативу и теперь наконец-то у неё появится вольер. Так, про радостные моменты я рассказала по поводу вольер. Сейчас немножко такие печальные и по поводу того, если кто-то знает, могут ли дать совет. Свиноматка одна, крупная гламбрасиха, которая родила в прошлый раз очень много поросят. Сейчас она была покрыта уже где-то около двух месяцев от покрыта и около четырёх дней назад она перестала есть. Потом, через где-то два дня после того, она, получается, я заметила, что у неё выходит какая-то слизь, я сразу изначально подумала, что это глисты у неё. Ну, в смысле, что проблема из того, что она не ест, это глисты. И хотела проглистовать, поэтому свиноматка, я думала, что это глисты, хотела проглистовать, но не успела, у неё вышел, как бы, плодик маленький совсем и вышел последствия. Я думала, что у неё ещё рутацин, по рекомендации рутацин, но так у неё больше ничего не вышло. Либо мы проворонили потом уже ночью, они там всё съели, но как бы чистота и порядок никакого этого не было. Поэтому я удивилась, как такое может быть, что один выходит, я читала про то, что бывает аборт именно, когда умирает плод внутри, допустим, один. Она его, типа, абортирует, а все остальные живут. Но Витрач сказал, что это бывает очень редко. Я не знаю, что это в случае... Не знаю, вот в ближайшее время будет брать кровь у нескольких свиноматок, хотя я не представляю, как это будет, надо их привязывать, тяжёлая она будет. Хотелось бы понимать, в каком направлении двигаться в свиноматстве, увеличивать поголовье, не увеличивать. Если я, конечно, буду конкретно знать, что это, допустим, парвовирус, провакцинирую, тогда я спокойно смогу дальше развиваться, увеличивать и делать новые клетки, которые мы планируем делать. Просто если это будет что-то другое, и мы не сможем это выявить, либо вылечить, либо провакцинировать, то тогда я смысла не вижу делать новые клетки и увеличивать поголовье свиней. По другим животным, по поводу коровы, непонятно покрыта она или нет, ведь врач сказал, что есть какая-то вероятность маленькая, но ещё он им точно не может сказать. В ближайшее время либо через УЗИ он сможет проверить, если будет брать кровь, может как раз возьмёт УЗИ и проверит. Либо уже через неделю-две именно обычным способом проверит. Если она беременна, то мы её, естественно, оставляем, если нет, то будем думать, скорее всего, ближе к зиме мы её продадим, мы откормим немножко получше, потому что она достаточно такая худоватая. Ну, то есть обычная корова, но такая, худенькая, как мне кажется. Ну, сейчас тяжело её кормить, потому что она даёт ещё молоко, и даёт где-то около 16 селитров молока, поэтому как только мы добавляем корма, она добавляет молоко. По поводу по поводу коровы, если вдруг она беременна, мы её оставим, и, возможно, ещё возьмём, допустим, пару телят, чтобы пока вот это время молоко мы не пьём особо её, потому что вот пока была смена опять работника, опять были проблемы с коровой, и если вдруг будет возможность, то возьмём ещё, допустим, одного, двух, трёх бычков или там телят, посмотрим, кого. Это ещё только в планах, и чтобы, даже если, может, будем продавать. Пока идёт молоко, вот эти месяца два ещё можно будет подпоить молоком телят, поэтому, ну, наверное, два телёнка, потому что на три будет мало молока, скорее всего. Вот, сейчас ещё нашей тёлочке везёт, она ещё подпивает молоко, поэтому, вот, ей, ей хорошо. По поводу собаки ещё неизвестно, покрылась нам беременна она или нет, но по ней особо не видно, я, скорее всего, вспоминяюсь к ней в чем-то, но надеюсь на то, что она всё-таки забеременела. Вот, тёлочке уже у нас полгода, надо бы, кстати, как-нибудь замерить, если вдруг кому-то интересно, какой у неё вес, пишите в комментариях. Обязательно тогда замерю и сниму это на видео. Вот, овцы, козы, всё по-старому. Проскочила мысль заняться больше козаводством. Ну, не то, что заняться, а именно качественно заняться, чтобы доить их, продавать молоко, разливать в бутылки, потому что спрос, когда я продавала, достаточно неплохой был. Я думаю, что если эту тему немножко развить, то будет неплохо. Пока вместо коровы, если вдруг её придётся в зиму продать. Зимой как раз пойдут новые окоты у коз, окозы, как они там называются, и тогда можно будет уже раздаивать всю полноценную козу. Возможно, даже куплю доименный аппарат, если будет какое-то большое количество, ну, небольшое, даже если их будет там 8-10, всё-таки аппаратом немножко качественнее дойка в плане чистоты молока, потому что, когда работник доит через аппарат, ну, я, хоть какая-то у меня есть уверенность в том, что всё хорошо. Когда руками, так там совсем всё печально. Если мы, конечно, успеем доделать дом, то я бы хотела, ну, домик там, то если я там буду, то, естественно, буду заниматься этим сама. Вот, в принципе, всё по новостям. Если у кого-то ещё остались какие-то вопросы, пишите комментарии, я вам отвечу обязательно. И сейчас ещё должна, сегодня, если успею, забрать, если мне сделать машину, ну, кстати, у меня сломалась машина, и на этой неделе были проблемы с доставкой кормов на участок, потому что всё-таки это основной транспорт, на котором я вожу корма и вообще передвигаюсь. Плюс я ещё успела заболеть на 2 дня, но времени болеть не было, поэтому я практически даже не успела болеть. Ну, в смысле, не успела чувствовать себя больной. Была температура, но всё равно была всё время в движении, потому что пришлось брать машину в аренду и отвозить корма. Плюс я нашла ещё один корм бесплатный, но, опять же, доставка нужна. Корм достаточно качественный, и если я наложу доставку туда, ну, в смысле, придумаю, как возить побольше машины, чтобы я могла всё это забирать, и, возможно, буду думать о том, чтобы какое-то из направлений увеличить. Но какое и на чём доставлять, это ещё вопросы, и ещё буду думать, и думать, и вот. И сегодня, кстати, должна привести мне крольчиху беременную, которой вот-вот скоро рожать, поэтому обязательно сниму про неё видео, покажу вам, расскажу. Пока пишите комментарии, кому интересно, какие-то вопросы задавайте, ставьте лайки, и всего доброго всем, пока!